На суд в Лозане возлагали надежды 68 российских легкоатлетов. Они ждали, что КАС разрешит им поехать в Рио вопреки запрету Международной Федерации. Но суд встал на сторону ИААФ. Хотя и сказал, что окончательное решение за Международным Олимпийским Комитетом. «По мнению КАС, поскольку национальная Российская Федерация Легкой Атлетики отстранена, спортсмены, как правило, не должны выступать в Рио. Но, опять-таки, МОК не был стороной этого судебного разбирательства, поэтому для него наше решение не обязательно к выполнению». Многих легкоатлетов новость застала в подмосковном Жуковском, где проходил Кубок России. «Конечно, первой реакции не может быть. Да как это возможно? Мир сошел с ума, что происходит, и чего я должна жертвовать всем. Но в сектор я выходила с сознанием того, что нужно прыгать. В первую очередь я приехала сюда соревноваться». Во Всероссийской Федерации Легкой Атлетики признают, что им придется возвращать к себе доверие. Возможно, уже после Олимпиады. Но спортивных чиновников теперь беспокоит то, как решение суда повлияет на МОК. Он должен решить, поедут ли вообще спортсмены из России в Рио. «На мой взгляд, это решение, конечно, абсолютно нарушает права чистых спортсменов, добросовестных спортсменов. И, конечно, наносит некий такой, создает прецедент коллективной ответственности. Сегодня, к сожалению, КАЦ открывает дорогу для многих других федераций». Решение спортивного арбитражного суда, которое не допустил на Олимпиаду российских легкоатлет, может сказаться и на других видах спорта. Здесь, на тренировочной базе по спортивной гимнастике, подготовка идет своим чередом, но напряжение все равно чувствуется. Вылет спортсменов запланирован на 24 июля, тогда же, когда МОК может объявить свое окончательное решение. У Алии Мустафиной уже есть Олимпийское золото Лондона. Но, несмотря на тяжелые тренировки, она может остаться без шанса повторить этот успех в Рио. Спортсмены и тренеры признаются, что просто не могут поверить в то, что, возможно, пропустят Олимпиаду. «Никто в это не верит. Не верит, потому что при чем здесь гимнасты, при чем здесь синхронистки, при чем здесь прыгну в воду, которые здесь тренируются. Это чистые люди, которые никогда не занимались этими допингами. В нашем виде спорта допинг не помогает». В пробах одного из лидеров сборной Николая Куксенкова весной нашли Мельдоний. Но после изменений правил ВАДа все обвинения с него сняли. По его словам, скандалы в любом случае повлияли бы на отношения к россиянам в Рио. «Мы должны все выступать по флагам России, потому что мы все одна команда. Но когда нас ставят такие условия, мы понимаем, что и дергать нас будет на допинг, и наверняка будут действовать немножко не в нашу сторону. Но все-таки нужно закрыть глаза на все эти негативные вещи, которые складываются не в нашу пользу, и просто делать свое дело». Спортивная гимнастика – один из тех видов спорта, где карьеру, как правило, заканчивают рано. И наибольшее, чего опасаются тренеры, это того, что результатом пропуска Олимпиады станет потерянное поколение спортсменов. Эти страхи сейчас наверняка разделяют многие в российском спорте. Ольга Слободчикова, BBC, Москва. Субтитры создавал DimaTorzok